всем привет сегодня я покажу свои заказы с aliexpress и все все они касаются маникюрной темы хочу начать с вот такой вещички возможно она у многих есть но у меня не было давно хотела приобрести вот наконец я ее купила стоит она конечно недорого я точную цену не помню но ссылочки я все оставлю можно будет пройти и посмотреть это такая штука такой инструмент для снятия гель-лака то есть когда вы размочили гель-лак потом вы вот так вот начинаете снимать его с ногтей то есть не пушером никаким не лопаточкой не палочкой удаляете а вот этим средством хочу сказать что вот этот инструмент мне понравился удалять гель-лак удобно но конечно он должен быть хорошо размочен чтобы не повредить ногтевую пластину смотрится очень даже симпатично здорово здесь вот такая какая-то алмазная обработка я честно говоря думала будет вид более какой-то не симпатичный следующая моя покупочка это кисть для градиента вот так вот она выглядит почему-то с одного бока вот видно да что волосков почему-то меньше с другого бока их больше они плотнее я думаю что мне пришла немножко бракованная кисть но надо сказать что в целом она работает то есть градиент ей сделать можно никаких неудобств при работе с ней у меня не возникло стоила она также недорого там есть много продавцов с разной ценой я ее купила по недорогой цене пластиковая черная ручка размер вот видите поменьше ладони взяла для кисти для работы с кистями когда я делаю какие-то рисунки на ногтях вот такую подставку подставка очень удобно и очень мне понравилось смотрится также симпатично у продавца было три варианта цветов розовый серебристый и золотистый цвет я взяла вот такой розовый кстати говоря подставок тоже на алиэкспресс огромное количество но мне вот такая больше приглянулась вот видите очень удобно положить кисть все прекрасно лежит а то когда я делала какие-то рисунки на ногтях было всегда неудобно то одну кисть взяла она там где-то валяется все по перепачкал то другую здесь вот вы положили все отлично лежит здесь умещается пять кистей взяла втирку от born queen вторая у меня тирка от данной марки первая была это золотистый вернее это майский жук такая зеленоватым оттенком вот это вот золотым оттенком втирка и вот этот цвет мне понравился гораздо больше очень красиво смотрится на ногтях фото я вставлю с маникюром с использованием вот этой втирки потрясающе переливается блестит как с темными так со светлыми гель-лаками она отлично себя показала держится тоже во время всей носки отличный втирку очень очень понравилось и моя последняя неудачная покупка это оказался гель-лак розолинт брала я его для рисования для рисования каких-то рисунков на ногте и для френча для французского маникюра чтобы делать улыбку чтобы не нужно было накладывать несколько слоев лаков а достаточно было один у меня был похожий гель от фирмы к ним также заказывала с алиэкспресс мне он очень нравился но он у меня практически закончился поэтому я решила заказать фирмы розолинт вообще мне эта марка очень нравится у меня есть и гель-лаки и топ данной фирмы я от них в восторге думала что вот этот гель-лак также меня порадует не разочарует тут 5 миллилитров такая вот симпатичная баночка черном цвете цвет гель-лака мне очень понравился он без какой-то желтизны он чисто чисто белый просто белоснежный у кани есть небольшой желтый подтон он еле заметный но тем не менее есть здесь он белоснежный просто гель-лак но чем он мне не понравился не понравился тем что для френча он совершенно не подходит как бы я его не наносила тонким слоем потолще как тонкой кистью толстой кистью чем угодно он не держится то есть он моментально с ногтей почему-то отваливается я закрепляла топом и в один слой и в два слоя и в три даже слой и тем не менее он почему-то сходит сходит топ причем на лайки остается а вот там где был вот этот гель-лак там он не держится я не знаю в чем дело что я не так делаю но вот игру с гель-лаком кани у меня таких проблем вообще не было вот здесь причем не то что на одном ногте там может быть где-то что-то как-то неудачно получилось толстовато нет на всех абсолютно ногтях он не держится и он с них сходит там где я рисовала рисунок тонкими линиями там гель-лак принципе держался то есть там где совсем-совсем тоненькие маленькие линии там где были какие-то листочки лепесточки ничего я такого не заметила не могу ничего сказать плохого но там где я делала улыбку он не держится если девочки у вас у кого-то такой гель-лак есть и скажите было ли что-то у вас подобное именно с французским маникюром ну естественно его я не советую и конечно я убрать не буду не знаю для рисунков я его конечно оставлю но вот как френч он не подойдет и я уже себе заказала другой свой любимый гель-лак фирмы канико то с которыми проблем никаких абсолютно не было ну что вот такие у меня были заказики в этот раз пришло несколько посылочек и вот с такими малютками на этом я свое видео заканчиваю всем спасибо за внимание всем пока и до новых встреч